Всем привет! В этом видео я расскажу о резервном копировании телефона или планшета на базе Android. Существует три основных метода резервного копирования устройства с Android. Это облачный, через recovery меню устройство и с помощью сторонних программ. Далее в видео я расскажу детальнее о каждом из них. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Начнем с облачного резервного копирования. Каждое устройство на базе Android подвязано к аккаунту Google. Если у вас еще нет такого, создайте его, перейдите на сайт, нажмите «Создать аккаунт Google» и внесите свои данные. А если он у вас уже есть, откройте меню устройства, «Настройки», «Резервное копирование и сброс». Здесь установите отметки напротив «Резервное копирование данных» и автовосстановление, а затем выберите аккаунт для резервирования. Для выбора объектов резервного копирования нужно зайти в настройки учетной записи Google и настроить их синхронизацию. Вы можете синхронизировать контакты, данные приложений и Google Fit. Это самый примитивный способ, который не сохранит ваши сообщения, приложения и другое, но позволит сохранить контакты и еще некоторые данные. После сброса к заводским настройкам или покупки нового устройства, смартфон автоматически подхватит настройки из облака. Сам установит приложения, которые работали на старом устройстве и автоматически настроит их, восстановив сохраненные данные. В восьмой версии андроида добавилось резервное копирование текстовых сообщений SMS. Также для резервного копирования сообщений можете воспользоваться отдельной утилитой, которую можно загрузить с Play Market, к примеру, SMS Backup Plus или других подобных. А в некоторых устройствах стало доступно еще резервное копирование журнала звонков. Для резервного копирования своих фото можете воспользоваться приложением Google Фото. Нужно будет просто пройти авторизацию, указав данные вашего Google аккаунта, настроить синхронизацию и резервная копия всех ваших фото будет сохранена в облачном хранилище. А приложение Google Диск позволит сохранить не только фото, а еще документы, видео и другое. Вот только ресурсы таких хранилищ ограничены. При использовании облачного резервного копирования такие копии после настройки будут создаваться автоматически, в отличие от других способов. Также устройства с Android обладают встроенной функцией по созданию резервной копии и восстановлению из нее, которая сохранит копию системы, ее настроек и всех установленных приложений. Чтобы сделать резервную копию, нужно зайти в Recovery меню. Для этого нужно выключить телефон и подождать 20-30 секунд, чтобы завершились все процессы и батарея перешла в пассивный режим. Затем зажать кнопку громкости плюс, на некоторых устройствах громкость минус и не отпуская зажать кнопку включения. На некоторых моделях это может быть кнопка home. Также это могут быть другие комбинации. К примеру, нужно будет зажать кнопку включения на 2-3 секунды и следом нажать понижение громкости. Или зажать кнопку включения на 2-3 секунды и следом зажать повышение громкости. Или же одновременно нажать три клавиши – повышение, понижение и кнопку питания. А при наличии кнопки home – сочетание клавиш повышения громкости, home и питания. Так как разнообразие Android устройств очень большое и постоянно обновляется, более детально это вы можете узнать на официальном сайте вашего устройства, поискать информацию о устройстве в интернете или же проверить все возможные комбинации. После появления логотипа и надписи boot mode, recovery mode, отпустите кнопки. Через некоторое время появится лежачий Android с восклицательным знаком. Если меню не отобразилось, тоже нужно будет нажать соответствующую клавишу. Это может быть клавиша включения, громкости плюс или зажатая клавиша включения с нажатием кнопки повышения громкости. В некоторых устройствах это могут быть нижние сенсорные клавиши. После вы должны увидеть меню восстановления. Используя кнопки громкости, выберите backup user data. Для выбора соответствующего пункта нужно нажать кнопку громкости вверх. Если ничего не произошло, значит другую из клавиш – включение или нижних сенсорных кнопок. После чего начнется процесс создания резервной копии Android. Это займет некоторое время, в зависимости от загруженности системы. Восстановление производится таким же способом, только нужно выбрать пункт restore user data и указать путь к резервной копии, если система его не нашла автоматически. Если вы не видите такого пункта в меню восстановления, возможно он имеет другое название. Или ваша модель не умеет делать резервную копию. С помощью recovery menu воспользуйтесь другим способом. Производители устройств предлагают собственные утилиты для создания резервной копии. Такие приложения будут создавать копии более полные по сравнению с универсальными программами. Что позволит полноценно восстановить данные после сброса устройства, обновления прошивки или апгрейда. Такая копия позволит восстановить устройство, если с ним что-то случится. Или если вы захотите заменить устройство на более новые того же производителя. Успех переноса данных на другое устройство, конечно, производитель не гарантирует. А вот на устройство той же модели перенести вполне удастся. MyPhone Explorer является одной из универсальных программ для резервного копирования. Скачать ее можно с официального сайта. Ссылка будет в описании. Существует множество подобных программ, но это довольно проста и не требует руд прав. Запускаем программу. Присоединяем устройство к компьютеру с помощью кабеля. Нажимаем клавишу F1 или же заходим в меню «Файл» «Подключить телефон». Прежде чем подключать устройство к компьютеру, на нем должна быть включена отладка по USB. Этот режим предназначен для разработчиков. Найти его можно зайдя в «Настройки». Здесь найти пункт «Параметры разработчика» и установить отметку напротив «Отладка USB». Если у вас в меню настроек нет пункта «Параметры разработчика», это легко можно исправить. Зайдите в раздел «Об устройстве» и нажмите 10 раз на номере сборки до появления сообщения, что вы стали разработчиком. При подключении устройства нужно будет испробовать все способы его подключения к ПК, так как в моем случае программа подключилась к устройству только в режиме камеры. И как только телефон подключится, нажмите «Разное» — «Создать резервную копию данных». Выберите папку, куда будет сохранен файл резервной копии. Отметьте все пункты, которые необходимо сохранить. И далее нажмите «Создать резервную копию». По завершению вы увидите, что резервная копия создана. После нажмите «Закрыть». В выбранной папке появится файл бэкапа с расширением MPB. Для восстановления в пункте «Меню разные» нужно будет выбрать «Восстановить данные из резервной копии», указать путь к файлу и в открывшемся окне «Выполнить». В Samsung для этих целей выпустили специальную программу Samsung Kais. Если вы являетесь обладателем такого устройства, то вероятно вы уже пользуетесь этой утилитой. А если нет, скачать ее можно на официальном сайте. Ссылка будет в описании. Запустите программу, включите отладку по USB, подключите свое устройство к компьютеру с помощью кабеля и подождите пока программа определит модель. Далее выберите пункт меню «Резервное копирование восстановления», отметьте нужные пункты и нажмите «Резервное копирование». Для восстановления перейдите в раздел «Восстановить данные», выберите папку с резервной копией, отметьте пункты для восстановления и нажмите «Восстановить». А если вы случайно удалили данные с телефона, у нас на канале есть видео о том, как их восстановить, ссылка будет в описании. Также все свои данные в виде фото, видео и музыки вы можете скопировать на компьютер, просто подключив к нему данные устройства и скопировав данные. Это не составит труда, нужно лишь их найти. Как правило, они сохраняются в папках с соответствующим названием – камера, видео, мюзик и т.д. Как видите, способов резервного копирования Android довольно много и есть из чего выбирать, используя один из них или несколько, вы сможете уберечь себя от потери важных данных. А на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.